Всем привет! Меня зовут Лилия, а вы на канале Just One More Page. И сегодня мы с вами собрались, чтобы посмотреть мои книжные планы на лето. Не так давно на канале вышло видео с моим читаю сейчас, и там такая нихиленькая стопочка на самом-то деле книг. Но я не могла отказать себе и не построить планы. Вот то незабываемое ощущение, когда ты выбираешь себе книги на будущее прочтение, оно прекрасно. И поэтому я не могла себе отказать в этом и не построить планы на это лето. Тем более мне очень хотелось. Вам я покажу сегодня конкретные книги, но на самом деле они будут означать какое-то направление, на которое у меня буду сконцентрирована этим летом. Поэтому если что-то заменится, изменится, у меня поменяется желание, придут какие-то другие планы, которые я возьму вперёд и исполню, то не слишком изумляйтесь. Такое бывает. Я надеюсь, все всё понимают. Ну а теперь давайте приступать. И начать я хочу с небольшого блока фэнтези. Куда без него. Первое, что я вам хочу анонсировать, это Эландрис Брэндона Сандерсона. Я бы не включила его в свои летние планы, если бы не Аня Букспейс и её Бусти, где она устроила совместные чтения на июнь этой книги. Я просто не могла отказаться. На Эландрис я давно поглядывала, но узнав, что эта книга входит в большой-большой цикл про космер Брэндона Сандерсона, основной... Основой, конечно же, вселенной космеры является архив Борисвета, но Эландрис входит в эту вселенную, и мне вот теперь интересно, особенно сейчас я дочитываю ритмы войны, и мне интересно, будут ли здесь какие-то отсылки к архиву, будут ли встречаться здесь персонажи, которые у Сандерсона путешествуют из мира в мир. И в целом мне очень хочется познакомиться с остальными произведениями из этой большой вселенной космера. Так что посмотрим в конце июня, какие ожидания у меня оправдаются насчёт этой книги, а какие нет. И вообще, оказывается, Брэндон Сандерсон подумывает написать продолжение Эландриса. Я так-то думала, это одиночная книга, но, видимо, нет. Далее цикл, который я хочу также прочитать летом и специально собирала его себе на полочке, чтобы летом успеть прочитать, это «Хроники нетёсанного трона» Брайна и Стейвли. Здесь у меня все три книги из этой трилогии, и, наверное, я буду, ну, либо все вместе их читать, либо по книге вместе, как пойдёт. Меня очень заинтересовал этот мир, когда я брала книгу «Клинки императора» на «Трайчер Тетек». Он просто будоражит. Особенно пролог, мне прям стало интересно, как он потом развернётся в сюжете, события, происходившие в прологе. В принципе, мне кажется, что этот цикл довольно многообещающий. И фантазия у Брайна и Стейвли очень и очень неплохая. Вот ещё одна вкуснятина в виде фантазии мне на лето. Я не могла не податься соблазму и не включить эту книгу в летние планы, потому что мне очень хочется позакрывать недочитанные книги из прошлого года. И это «Колдун и кристалл» Стивена Кинга, цикл «Тёмная башня». Как я уже говорила, я начинала читать эту книгу прошлым летом, в августе. Мне, в принципе, очень понравилось, но тогда я взяла слишком много толстых книг, и многие из этих книг были из жанра фэнтези слэш фантастика. Поэтому моё внимание рассеялось. Я не знала, что я хочу дочитать первым и на что больше следует обратить внимание. Поэтому все эти книги остались недочитыми. Но я приняла волевое решение, и сейчас, по моим внутренним ощущениям, именно «Колдун и кристалл» я хочу закрыть первее всего. Надеюсь, мне это удастся. С фэнтези мы вроде закончим. У меня есть ещё на примете книги на лето, но я не стала включать их в это видео, потому что я точно уверена, что не успею их прочитать. Ну, а если успею, то расскажу вам о них в прочитанном. Ну, а следующая книга, она хоть и не фэнтези, но немного, немного так пробирается в этом направлении. На самом-то деле я не знаю, к какому жанру определить эту книгу, потому что это Нил Гейман и «Океан в конце дороги». С Нилом Гейманом, как автором прозы, я давно хотела познакомиться и пробовала читать другие его произведения, но что-то у меня не складывалось. Однажды в ознакомительном фрагменте я начала читать «Океан в конце дороги» и вроде бы мне понравилось. Поэтому вот приобрела себе эту книжечку во-первых, а во-вторых включила её в летние планы, потому что посмотрела, что она не слишком-то объёмная, и в принципе какой-то вайп лета я здесь ощущаю. И чтобы не утратить к ней свой интерес, решила взять её пораньше, где-нибудь в июне-в июле. «Аландрис» — не единственная книга, которая выпала на совместные чтения с «Ани Букспейс», и я надеюсь, что в июле также смогу с ней прочитать «Перекрёстки». Это у нас Джонатан Франзен. На книгу я поглядываю давно, думала ещё зимой взять, но что-то как-то не получилось. На самом-то деле у этой книги очень летняя обложка, и мне правда хочется взять её именно летом, хотя действия, судя по всему, здесь разворачиваются под канун Рождества, так что какие-то двоякие ощущения от этой книги. Но надеюсь, время года не помешает насладиться этим произведением, и я наконец-то познакомлюсь с таким нашумевшим автором американским, современным, как Джонатан Франзен. А вот эти книги я выбрала, потому что мне очень-очень захотелось чего-то лампового, тёплого, романтичного почитать этим летом, и, конечно же, уютного. И встречайте первую книгу, это «Правило счастья» Кота Гомера. Анотация нам обещает что-то очень уютное, что-то очень-очень-очень милое и трогательное, потому что здесь пойдёт речь про слепого кота, которого главная героиня подобрала с улицы. И, как я поняла, в общем-то, здесь вся история будет крутиться вокруг него. Надеюсь, я получу то, что ожидают этой книги. Следующая книга не менее умилительная, потому что это романтика, а точнее романтическая комедия. Сюжет этой книги заключается в том, что два главных героя, которые изображены у нас здесь на обложке, будут какими-то хитродейственными способами сближать боссов, которые разругались. Ну, они не являются, я так поняла, семейной парой. В свою очередь эти самые боссы будут пытаться сблизить этих двоих. В общем, кто кого называется и что из этого получится. Это у нас «Погода для двоих». Рэйчел Линн Соломон, книга от Инспири. И мне очень понравилось, как Инспири издаёт свои книги. Знаете, что самое главное, что меня умилило в этой книге больше всего? Это такие вот тучки перед каждой главой и прогноз, написанный на эту главу. Облачно, местами, возможно, неловкие ситуации. Когда я уже вот это увидела, я поняла, что эта книга моя. Это то, что мне нужно прочитать этим летом. Что-то лёгкое, что-то комедийное, что-то романтичное. В общем, чтобы прочувствовать атмосферу именно лета. Наверное, так оно и будет. Ну, и следующая книга не менее летняя. Уже по обложке можно об этом судить, потому что это A Golden Connish Summer Филиппа Эшли. Эта книга уже на английском. Я не могла её не взять из-за обложки, из-за аннотации, где у нас главной героине Эмми у нас 15 лет. Она живёт в небольшой деревушке из Сильвака. И она впервые свои жизни полюбит, впервые свои жизни ей разобьёт сердце. И, в общем, это должна быть такая типичная история на лето. Но я ещё не совсем разобралась в аннотации. В общем, ожидания от этой книги довольно призрачные и примерные. Но я надеюсь, тут будет много солнца, много моря и много приключений. А ещё большой и сильной любви. Следующую книгу я наметила в планах, но возьму её только тогда, когда закончу с остальным нотфиком, которые я сейчас читаю. И это Владимир Бабков «Игра слов». Эта книга у нас переводчика о переводческой деятельности. И я давно-давно-давно на неё заглядываюсь. Даже уже как-то бралась читать. Но всё, не получалось её зачитать до конца. Надеюсь, в этот раз получится. Я прям накапливаю ситуацию для этого. Почему-то нонфикшн мне читать... Ну, блин, почему-то. В общем, нонфикшн читать мне сложнее, чем художку. Это факт. Я сейчас работаю над тем, чтобы активно, ну или не очень активно, но хотя бы регулярно, читать свои книги по нонфикшну, как-то работать над собой. И давайте, прежде чем перейти к завершающей части этого видео, где я вам расскажу про марафон Кристины Ридми, который я ставила на самое сладенькое, я вам хочу анонсировать 24 часа чтения азиатской литературы, которые я наметила на это лето. Вот эти три тоненькие книжечки, которые, я надеюсь, я осилю за 24 часа, потому что я не самый быстрый чтец на этой планете. По объёму должна успеть. Мне очень хочется попробовать себя в этом формате. Он для меня новый. Я ещё ни разу такого не проделывала, но зато всё в предвкушении. Ну что ж, и давайте теперь перейдём к десерт. Кристина с канала Ридми, ссылочка на её канал будет в описании под этим видео, анонсировала марафон на это лето. Он называется книги-фильмы «Два ствола». В нём будет шесть пунктов, три из которых отданы книгам, а три — фильмам. Что ж, это должен быть такой очень лёгкий, лайтовый марафончик на лето, который, как мне кажется, смогут одолеть все, даже такие не собранные, как я. Первый пункт этого марафона звучит так. Книга, в которой повествование должно крутиться вокруг актёра, актрисы или о сфере кино. И на этот пункт я решила немного схитрить и взять «Кладбище для безумцев» Фред Брэдбери, потому что действие здесь происходит на киностудии Голливуд. А что может быть более связанным с кино, чем Голливуд? Я не могу себе это представить. Но здесь мне осталось дочитать страничек эдак 100, может быть, чуть поменьше. И я всё никак не могла взяться за эту книгу и досчитать её наконец-то, потому что Голливуд в 40-х, 50-х годах — не совсем моя тема. Но раз уж есть такая возможность, почему бы и нет. Следующий пункт у нас будет про книгу с кинообложкой. И здесь Кристина заставила меня очень сильно подумать, поразмышлять. Ничего в моей библиотеке не оказалось такого, поэтому я беру электронную книгу. Здесь я беру «Дорогу» Маккартни, Кормак Маккартни, по-моему, так. А звучит автор. Судя по аннотации, то эта книга про путь главного героя и его сына. Они бегут из какой-то страны, в которой происходят боевые действия. И это вроде как руд-стори. Я думаю, там будут подниматься довольно тяжёлые темы. Ну а что меня больше всего ободрает в этой книге, там не так много страниц. В общем, жду накала страстей и приготовлю платочки. Думаю, я буду обливаться слезами. Ну, а мы переходим к следующему пункту марафона. И здесь уже нужно... Мне было найти книгу, которую я захотела почитать после просмотра какого-то фильма. Но Кристина сказала, что она не ограничивает рамки только фильмом. И можно выбрать сериал или какой-то мультик. Ну, а я выбрала аниме. И по этому книгу у меня будет Наруто. Это даже не совсем книга, это манго. Наруто — это одно из любимейших моих аниме. И я покупала эти томики, как раз основываясь на своей любви к этой истории. И я взяла это как раз на пробу, посмотреть, насколько мне нравится манга Кисимото, Масаси Кисимото, потому что аниме и манга — это всё-таки немного разные вещи, даже при условии, что создатели-то почти одни и те же. Но с первоисточником ознакомиться мне хотелось. И я уже вроде как начинала читать, хотя и застопорилась где-то на том моменте, где они пошли в страну волн. Я даже, кстати, предпринимала попытки читать и смотреть аниме одновременно, но у меня не получилось несколько. Тут надо либо историю читать, либо аниме смотреть, либо сначала прочитать, потом посмотреть. И мне кажется, что марафон Кристины — это отличный шанс наконец-то закончить первый том Наруто и, возможно, взяться за следующий, а потом уже решить, надо ли мне дальше покупать эту мангу себе на полке, или лучше стоит как-то закругляться, закрыть эту лавочку и не тратить место на полках. В общем, отличный шанс. Ну, а следующие пункты марафона уже относятся к фильмам, которые, как я уже говорила, можно заменить мультфильмами, сериалами, аниме, почему бы и нет. Четвёртый пункт у нас про фильм, который захотелось посмотреть после того, как прочитали книгу, но долго откладывали просмотр этого фильма. И здесь у меня есть бесспорный кандидат. Это фильм «Большие надежды» 2012 года с Хеленой Боном Картер в одной из ролей. Я зимой читала эту книгу. В принципе, мне понравилась история. И да, мне бы хотелось посмотреть экранизацию, сравнить свои впечатления. Может, как-то немного под другим углом взглянуть на эту историю. И я не могла пройти мимо экранизации с Хеленой Боном Картер, потому что мне кажется, что она великолепно, по крайней мере, визуально, вжилась в роль миссис Хевиша. Я хочу увидеть, как она играет. И желательно на языке оригинала. Но с этим посмотрим. Потом у нас идёт пункт про фильм, название которого есть слово «книга», писательство и производные от этих слов. Я решила взять фильм «Общество мёртвых поэтов», потому что в названии есть однозначная связь с книгами. И я давно уже одним глазком поглядывала на этот фильм, но что-то как-то у меня не находилось желание и времени посмотреть его. А тут вот надо будет выделить. И последний у нас пункт. Он про фильм с твоим любимым книжным персонажем или снятый по твоей любимой книге. Здесь я взяла не фильм, а сериал. И это второй сезон «Видимака». Я немножечко так схитрила. Не могу сказать, что это мой любимый персонаж, но «Видимак» — это очень-очень интересная сага Анджея Сапковского. Я с удовольствием читала, по крайней мере, половину из цикла. Особенно мне нравятся его сборники небольших рассказов, повестей. Всё-таки это, наверное, не рассказ, а больше повесть. Да, по объёму больше похоже на повесть, где «Видимак» борется с разными чудищами, и мы просто знакомимся с этим персонажем. Первый сезон я смотрела, и мне очень понравился Генри Кавиллу в роли «Видимака». Так что можно сказать, что это, да, мой любимый персонаж, если его играет Генри Кавилл. Но потом я вроде как решила немного пропустить второй сезон, слышав все эти негативные отзывы на него, а потом ещё узнала, что Генри Кавилл вроде как говорит о её этой франшизе, и вместо него «Видимака» будет играть совершенно другой актёр. Но третий сезон обещает быть интересным, поэтому надо всё-таки посмотреть второй. Что ж, я очень благодарна Кристине за то, что она запустила такой марафон, не могла пройти мимо него, и благодаря нему, надеюсь, я закрою некоторые пробелы, которые давно хотелось закрыть, но руки не доходили. Ну и также у меня большие надежды на свои летние планы, потому что я пыталась оставить их разнообразными, но всё-таки оставить лазейки для каких-то изменений и дать себе больше свободы этим летом. Посмотрим, как оно выйдет. На сегодня всё. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч. Пока-пока.